А вы в курсе, что Краснодарский край уже четвертый год подряд признают самым спортивным регионом нашей страны. В этом году право называться лучшим оспаривали 85 субъектов России. Кубань в этой гонке самых спортивных опередила Москву и область, Санкт-Петербург и Татарстан. Здравствуйте, в эфире программа «В курсе» и я, Ольга Десятого. В этой студии мы обсуждаем вопросы, которые так или иначе затрагивают интересы всех жителей нашего города и края. Сегодня в нашей студии мы поговорим о развитии спорта в Краснодарском крае и подведем некоторые итоги реализации краевой целевой программы по развитию физической культуры. Вернемся к конкурсу на самый спортивный регион страны. Итоги подводили по нескольким критериям. Так, Краснодарский край занял первое место по развитию физической культуры и массового спорта и по адаптивной физической культуре и спорту. Вошел в пятерку лучших по спорту высших достижений и в десятку по подготовке спортивного резерва. Кроме того, регион занял 31 место по материально-технической базе. Мы сегодня максимально набрали темп, чтобы молодежь, чтобы жители края занимались спортом. Сумасшедший темп. Поэтому на самом деле первое место в России четвертый год. Но давайте дальше теперь не отстанем с условиями, с возможностями для тех, кто хочет заниматься спортом. А это спортивная инфраструктура, это объекты спортивные, в которых можно заниматься спортом на хорошем уровне. Это принципиальное мое решение, что 20 малобюджетных спортивных зала, спортивных комплексов, если хотите, должны в этом году быть построены. По состоянию материально-технической базы Краснодарский край сегодня входит в первую тридцатку успешных регионов. И резервы по совершенствованию материальной базы спорта, безусловно, есть. Край проводит активную политику по строительству спортивных объектов для развития массового спорта среди всех групп населения, в том числе объектов шаговой доступности, таких как малобюджетные спортивные залы в сельских населенных пунктах и многофункциональные спортивно-игровые площадки по месту жительства и учебы. Эти объекты строят в том числе в рамках краевой целевой программы развития физической культуры и спорта. В Краснодарском крае в этом году в разных районах появились целые спортивные комплексы. Один из них в Тимошевском районе. Спорткомплекс хоть и называют малобюджетным, но он подходит в том числе для проведения крупных соревнований. Кроме того, зал в комплексе универсальный. В первой половине дня там будут заниматься дети, а вечером взрослые. Жаркие споры о расписании занятий в спорткомплексе начались еще задолго до его открытия. Волейбол, баскетбол, большой теннис, но во главе всего, конечно же, гандбол. Тренер Евгений Шульга в Медведовске воспитал далеко не одного чемпиона по этому виду спорта. А имена гандболистов и станицы теперь звучат в сборных Кубани и даже России. Александра Давиденко, сейчас она в основе Кубани играет, стала чемпионкой мира. В этом году у нас серебряный призер Европы. В 2010-2011 году у нас Ирина Загаянова серебряный призер Европы и была серебряным призером Олимпийских игр. Начать отсюда, именно с 10-й школы, с Медведовской, и выезд 13-й, у нас где-то 20 чемпионов России только вышли. Новый спорткомплекс даже назвали в честь гандболиста Николая Ярковова. Местные жители называют его родоначальником этой игры в Тимошевском районе. Но универсальный зал пригоден и для многих других видов спорта. В первой половине дня заниматься в секциях здесь будут дети, а во второй – взрослые. По мнению главы региона, в стенах нового комплекса обязательно откроют новые имена для большого спорта. Спорт высших достижений начинается вот с таких спортзалов. Пять с половиной миллионов живет в нашем крае. Значит, все детки должны иметь возможность заниматься спортом в хороших, достойных условиях. Спорт пешей доступности – приоритет для меня был, есть и будет. Я вас всех поздравляю с открытием такого спортивного комплекса и возможностью заниматься спортом недалеко от своего дома. С праздником, друзья! Раньше мы строили такие спортивные объекты, спортивные сооружения в основном в районных центрах и крупных городах нашего региона. А сейчас, согласно решению губернатора, вот такие спортивные комплексы будут построены именно в станицах. Спорткомплекс Медведовской в этом году – лишь первая ласточка. К открытию готовятся новые центры для занятий физкультурой в Армавире, в Крымском и Кавказском районах, а на финишной прямой – окончание строительства спортзалов в Успенском, Новокубанском и Славинском. Причем, что важно, расположены они не в районных центрах, а в небольших станицах и даже хуторах. Такие комплексы только называют малобюджетными. В них можно проводить как районные соревнования, так и в масштабах страны. Площадку уже оценили именитые спортсмены, о таком многие в начале своей карьеры могли только мечтать. Я считаю, что для Медведовской это прекрасный комплекс для занятий именно для детей. И надеюсь, что из этой станицы еще много выйдет прекрасных спортсменов. Но так как я родился в таком же селении, я хуторской сам, то считаю, для жителей это очень большой подарок. За два года всего планируют построить 18 таких типовых спорткомплексов. Для этого в бюджете региона заложили больше 200 миллионов рублей. Это деньги всех жителей нашего края. Поэтому вкладывая спортивные сооружения, мы вкладываем в вас, мальчишки и девчонки, с надеждой, что эти инвестиции в будущее окупятся сполна. Вы должны это понимать. Главное, чтобы выросли здоровыми, активными людьми, которые создадут большое будущее из своей станицы, из своего района, из своего края. У вас есть уникальная возможность заниматься спортом. Воспользуйтесь этой возможностью и станьте сильнее, активнее и успешнее в своей жизни. Для сравнения, еще шесть лет назад физкультурой занималось лишь четверть населения края. А уже сегодня в спортивные залы и комплексы ходит почти половина жителей региона. С введением в эксплуатацию всех малобюджетных комплексов ожидается, что количество желающих увеличится еще больше. А значит, у Краснодарского края есть все шансы в очередной раз подтвердить уже полученное звание одного из самых спортивных регионов страны. Еще один из примеров того, что спортивные комплексы строят не только в городах, но и в станицах и даже хуторах – это спорткомплекс в станице Динской. Там открылся краевой центр единоборств площадью 1 тысяча квадратных метров. Пока мастера кэндо, японского искусства владения мечом, оттачивают на себе удары, в секции по рукопашному бою демонстрируют, как обезвредить нападающего голыми руками. Девятилетний Кирилл Михно с радостью показывает свои любимые приемы. Вот так надо, чтобы рука шлась сюда и чтобы он постучал. Это как сдается. Кроме рукопашного боя в краевом центре единоборств обучают еще греко-римской борьбе, самбо, тайскому боксу, карате. Легче сказать, чего здесь нет. Тысяча квадратных метров разбито на отдельные зоны. Тренажерный зал, зал спортивной борьбы, место для отработки ударной техники. Причем записаться в секцию можно абсолютно бесплатно. Ну а условия? От них даже тренеры робеют, вспоминая места, где приходилось заниматься раньше. Условия, конечно, были отвратительные. Это... Ну сюда зашли мы как в дворец, олимпийский дворец. Постараемся растить олимпийских чемпионов. Краевой центр единоборств, который открылся в станице Денской, первый подобный комплекс в сельской местности. А ведь на Кубани боевыми искусствами уже занимаются 50 тысяч человек. Поэтому нет сомнений, что такие спортивные залы будут востребованы во всех районах, отметил Вениамин Кондратьев. Сегодня он посетил новый центр, зашел в тренажерный зал и побывал на тренировке по рукопашному бою. Как вам зал, в котором вы сейчас тренируетесь? Вчера. А раньше вы тренировались в каком зале? В мальчике. Какой лучше? Где вчера или который сейчас? Сейчас. Самое главное – сделать спорт доступным. И не важно где – в крупном городе или небольшом поселке. За последний год на Кубани уже построили 4 малобюджетных спортивных зала. В этом году планируют еще 14. Дух, который сегодня воспитывается и будет воспитываться в этом спортивном комплексе, на этих коврах, во-первых, и в жизни им поможет быть успешным. Не обязательно им быть олимпийскими чемпионами, чемпионами мира. Они должны стать чемпионами в жизни. Это намного важнее. И я хочу пожелать всем ребятам, которые сегодня пришли, на самом деле, достичь в жизни успехов. Никто из вас не может загадать, кем вы будете через 5, 10, 15 лет. Главное – стремиться, верить в себя, верить в свой народ, верить в свою землю. Только лишь боевыми искусствами в этом комплексе ограничиваться не будут. В будущем здесь появится бассейн и теннисные корты. Из-за малого количества жителей и учеников в школах некоторых районов края даже малобюджетные комплексы возводить нецелесообразно. Поэтому на Кубани разработаны универсальные проекты спортзалов. Такие легковозводимые комплексы появятся в Белореченском, Красноармейском, Ленинградском, Тимрюкском районе и в Анапе. Один такой после обращения жителей села Прогресс построили в Новокубанском районе. Здесь любой удар, как последний, каждый гол решающий. Чемпионат мира по футболу, кажется, настолько зарядил этих мальчишек, так что они готовы днями напролет гонять мяч. В поселке Прогрессного Кубанского района выстраиваются очереди в секцию по футболу. Туда уже набрали 60 человек. Очень много желающих заниматься футболом. В России бум футбольный. Сборная России удачно выступила. Все детишки стараются заняться футболом. А мы от тренировок, на что зависит, мы все будем делать, чтобы у нас дети росли и прогрессировали. Тем более, что условия для этого теперь есть. Спортивный комплекс с современным покрытием и всем необходимым оборудованием построили в поселке Прогресс после обращения местного жителя к губернатору. Кроме футбола, площадка рассчитана на занятия баскетболом, спортивной гимнастикой и тхэквондо. Этот комплекс один из 18 малобюджетных залов, которые строят на Кубани в течение последних двух лет. Их основная цель – развитие в регионе массового спорта. Мы соберем свою команду, будем теперь тут тренироваться, будем команду делать. Собирать, чтобы команда получилась, чтобы так же ездить и играть. Строительство спортплощадок нет в принципе, но в планах на строительство они уже стоят. Это приоритетное направление акцентирует внимание краевых и муниципальных чиновников глава региона. Ведь именно простые уроки физкультуры должны выйти на первый план в развитии массового спорта в Краснодарском крае. Стыдно жить в сегодняшнем времени, коллеги. Если у школы нет спортивного зала, вы что, деньги предусмотрели на строительство для всех школ, у которых нет спортивных залов? И деньги не освоенные, и спортивных залов так не то, что у школы, у этих ребятишек, которые в этих школах учатся, так и не будет. Коллеги, ну вам не стыдно самим? Вот вам не стыдно? Я про Широнский, когда вы приступите к строительству двух спортивных залов в тех школах, где их нет и никогда не было? В 19-м году. Конкретно число? Начальство, ну так, погода поступает, так? Максим Иванович, ставьте 1 марта, вот 1 марта, не февраль, потому что деньги январь-февраль будут доходить, 1 марта ставьте начало строительства спортивных залов. Все, коллеги, вот 1 марта, все, и только попробуйте не сделать. Еще одно направление, о котором хотелось бы рассказать, это реализация в Краснодарском крае федерального проекта «Самбо в школу». С 1 сентября этого года эта дисциплина появилась почти в 150 школах Кубани. В расписании «Самбо», как максимально доступный каждому вид спорта, заменил третий урок физкультуры. На закупку оборудования и переквалификацию школьных учителей в крае планируют потратить порядка 20 миллионов рублей. 141 учитель физкультуры уже прошел переподготовку для того, чтобы вести уроки «Самбо». Ты захват крепко держишь? Крепко держи. Никакой агрессии. На этих тренировках учат не нападать, а обороняться в экстремальных случаях. Познать боевое искусство с каждым годом в спортивные секции приходит все больше желающих. Это одна из самых сильнейших школ «Самбо в крае». Находится она в Новороссийске. У многих этих еще совсем юных мальчишек за спиной уже многолетний спортивный стаж. И у каждого свои цели. Я хочу быть справедливым, мудрым, а не каким-то там, не знаю, разглядяемым, каждого слабого трогать. Тут обретаешь много друзей, командный дух, терпение, самообладание. «Самбо» развивает ловкость, которая может сильно помогать в жизни, самозащита. В спортивной борьбе на татаме мальчикам ничуть не уступают, на первый взгляд, совсем хрупкие девчонки. Раньше в школе Ульяну Провоторову одноклассники считали слабой. Но все исправило всего несколько занятий по самбо. Я сразу боевая девчонка, потому что если мне сделать какую-то там травму, я все равно встану за кулаки и встану. Буду дальше бороться. На самом деле самбо только называется боевым видом искусства. На практике это самозащита без оружия. Любой спорт – это философия в первую очередь. А философия – это очень важно для духа бойца, потому что сперва нужно победить духом, а потом нужно победить физически. И я считаю, что самбо как раз отвечает этим требованиям. Но, к сожалению, секции самбо и тренера по самбо в крае подчас днем с огнем не найдешь. Вот это неправильно. То есть вот эти виды спорта, которые сегодня, они почему-то оказались дефицитными. И тем не менее они востребованы. Если эксперимент пройдет успешно, все-таки, то я думаю, что мы эту практику распространим на все школы нашего края. Ведь это максимально доступный, дешевый вид спорта. Уж точно коврами мы обеспечим все и спортивные секции, и спортивные клубы, и школы. И бери и занимайся. Это очень важно, чтобы дать возможность мальчишкам, активным мальчишкам, на Кубани очень активные ребята, волевые, все-таки, чтобы они свою энергию выбрасывали на ковре. Сегодня у нас есть и преподавательский состав, который пройдет повышение квалификации. Да, это две недели, это 72 часа. 155 человек – это учителя физкультуры с навыками борьбы. У нас есть методические рекомендации. Проект «Самбо в школу» стал всероссийским. Исконно русский вид спорта хотят внедрить во все общеобразовательные учреждения. Подобная практика уже есть в других странах. В Японии, например, на уроках физкультуры преподают зюдо, в Америке – борьбу. К реализации идеи вести самбо в школьную программу Краснодарский край приступил одним из первых. И это не случайно. По мнению спортсменов, в регионе очень развиты традиции этого вида единоборства. И одна из самых сильнейших школ самбо. В профессиональном самбо схватка длится не больше пяти минут. Баллы во время соревнований присуждаются за броски и удержание противника. Досрочная победа может быть присуждена за болевой прием. Но в школах ничему подобному учить не будут. Никто не станет заставлять делать бросок с прогибом или мельницу. На уроках по самбо детям разъяснят, как правильно падать и освобождаться от захватов. Расскажут об истории этого вида спорта. Причем полезно это должно быть даже тем, кто дополнительно занимается в секциях. Это как к репетитору ходить. Сейчас это модно стало. Раньше так это было редко. А сейчас ЕГЭ сдавать – это все ходят к репетиторам. Так же и здесь, если он занимается борьбой и, допустим, еще дополнительно ему будут преподавать в школе, там он будет дополнительно какие-то нюансы для себя подчеркивать. Может он на тренировке в общей массе тренер может быть дает одну программу, там тренер будет давать другую программу. И он будет как раз, у него будет разнообразие, он будет подчеркивать какие-то для себя моменты, которые ему пригодятся. Но цель проекта – это не воспитание суперспортсмена за школьную программу. Упор сделают на философию и культуру самбо. Занятие этим видом спорта формирует у человека твердый характер, выносливость и уверенность в себе. А самое главное – прививает любовь к родине. В этом самбо – это в первую очередь идет воспитательный процесс. Это вид спорта, который мобилизует и который воспитывает детей в правильном русле. Многие из наших спортсменов, которые занимались самбо, потом становятся довольно-таки сильными и предпринимателями, и руководителями госучреждений, и руководителями предприятий, и людьми, которые организовывают довольно-таки солидный бизнес в России. И это во всей России, во всех городах есть такая тенденция. Стать спортсменом, политиком, инженером или бизнесменом каждый школьник в будущем, конечно, решит для себя сам. Во всех кубанских школах новый урок появится уже в 2021 году. Эксперты уверены, что новая дисциплина позволит создать сильную краевую команду по самбо для российских и мировых чемпионатов. Я еще раз напомню, что в Краснодарском крае сегодня реализуется краевая целевая программа, которая называется «Развитие физической культуры и спорта». Ее цель – ежегодное увеличение численности жителей Краснодарского края, занимающихся физической культурой и спортом, а также совершенствование системы подготовки спортивного резерва страны. Один из главных критериев эффективности работы краевой программы – это число жителей, привлеченных к занятию физической культурой и спортом. По этому показателю Краснодарский край занимает лидирующую позицию в России. Например, в 2017 году в крае физкультуры занимались почти 48% жителей, а в 2018 году этот показатель уже приблизился к 50%. Это более 2,5 миллионов человек. В сфере спорта высших достижений Краснодарскому краю тоже есть чем гордиться. Кубанские спортсмены стабильно входят в составы сборных команд России по разным видам спорта. Города и спорткомплексы Краснодарского края сегодня готовы принимать крупнейшие, в том числе мировые, чемпионаты. В этом году самым значимым спортивным событием, конечно же, стал Чемпионат мира по футболу. В его подготовку в рамках краевой целевой программы обеспечения участия Краснодарского края в подготовке и проведении Чемпионата мира по футболу в 2018 году было затрачено огромное количество сил и средств. Сочинский стадион Фишт принял шесть матчей чемпионата, ну а Краснодарский край стал домом для шести ведущих команд мира. За период мирового первенства футбольную арену в Сочи посетило более 265 тысяч болельщиков. Из них около 65 тысяч – это иностранцы. Об итогах Мундиаля наш следующий сюжет. Футбольные баталии позади. Шесть игр в Сочи прогремели на весь мир. Круглосуточная работа всех служб города обеспечила безопасный и комфортный отдых для тысяч туристов. А последний матч не только для нашей сборной, но и для курорта вообще побил рекорд пассажирского потока Олимпиады здесь же в 2014 году. Только за одни сутки автобусами, электричками и самолетами в Сочи добрались почти 80 тысяч болельщиков. Многим из них настолько полюбилось здешнее солнце и галька, что пришлось сдавать билеты домой. Мы приехали на этот матч из Ярославля. Купили билеты в сентябре, мы заказали билеты в сентябре. Вы представляете, на 1-4 мы попали именно на матч «Россия». И вот просто на этом замечательном городе мы остались отдыхать. Это самый-самый лучший курорт в России. Каждый матч как экзамен для организаторов. На входе в стадионе «Фишт» в дни матча людей встречали больше 800 охранников. По всему периметру поля за болельщиками наблюдали больше тысячи стюардов. Кроме них за нарушениями следили больше 2000 камер, 100 из них с системой распознавания лиц. Это значит, что оператору можно было сделать пару кликов мышкой и узнать личность нарушителя. Эта работа была спрятана от глаз отдыхающих. Улицы города-курорта буквально гудели и пестрили национальными флагами государств всего мира. Доказали всему миру, что футбол – это не только управление и владение мячом, футбол – это состояние души. Фестивали болельщиков и футбольные схватки буквально перекроили режим работы всех экстренных служб города. Региональная команда наладила грамотное разведение потоков фанатов и туристов. 70 пар поездов усилили дорожную систему Сочи. Ласточки курсировали до поздней ночи, если игры задерживались, допустим, из-за серии пенальти. Держали руку на пульсе и медики. Полицейские, волонтеры, работники транспорта и сферы ЖКХ не спали сутками. Чемпионат мира по футболу на Кубани завершился без единого нарекания. Высокую оценку организаторам поставили не только наши болельщики и спортсмены, но и зарубежные гости. За месяц Мундиаля почти полмиллиона путешественников посетили курорт, пятая часть из которых – иностранцы. Комфорт и инфраструктура Сочи покорили всех зрителей чемпионата. И город в очередной раз доказал – такие нагрузки ему по плечу. Все это результат слаженной работы каждого причастного к Мундиалю, уверен Вениамин Кондратьев. Я хочу поблагодарить вас за эту работу. Эта оценка сегодня в целом всех, кто побывал на этапах Чемпионата мира по футболу в Сочи. Это их высокая оценка, коллеги, вашей работы. И если говорить объективно, конечно, здесь сложно выделить какую-то группу специалистов, руководителей, которые сделали больше, а кто-то сделал меньше. И здесь, начиная от волонтера, заканчивая специалистами в различных отраслях и руководителями проекта, в том числе и каких-то команд, мы все сработали на высокий балл. Вы – часть истории. Вы – часть великой России. И ваш труд является сегодня гордостью нашей страны. Потому что весь мир аплодировал. На каком уровне прошли матчи на стадионе «Фишт»? И какой сам красивейший стадион «Фишт»? За этот период, проделанно, конечно, всеми здесь сидящими, колоссальный объем работы. Просто колоссальнейший объем работы. Все, Венимович, за этот период работали просто в круглосуточном режиме. Никто не думал об отдыхе. Все было нацелено на то, чтобы выполнить задачу. Еще одна амбициозная и масштабная задача позади. Подготовка к шести главным матчам началась сразу после того, как прогремели фанфары Олимпиады. «Фишт» нужно было переделать под стандарты «ФИФА». Для этого с территории вывезли больше 14 тысяч тонн металла. В газоне выложили 34 километров труб. Зарубежные партнеры остались довольны и рекомендуют максимально задействовать эту площадку в будущем. У Краснодарского края и у Сочи в том числе есть так называемый дух. Мы можем сделать это. И весь мир это ощутил. Теперь вам необходимо думать о том, как двигаться вперед, как представлять Краснодарский край в будущем и что делать с наследием после мероприятия, которое прошло. Позади месяц плотной работы властей региона и представителей «ФИФА». Ежедневные планерки, организация игр, пресс-конференции. Однако после такой работы иностранцы хотят вернуться в Сочи. Пусть даже не по работе. К тому же нужно еще поупражняться в русском языке. Спасибо всеми Краснодарскому краю. Успешная организация подобных масштабных мероприятий открывает уникальные возможности для обновления облика Краснодарского края посредством повышения его туристической привлекательности, проведения комплексных инфраструктурных преобразований в различных сферах. А еще одно из главных достижений прошедшего чемпионата и его вклад в будущее кубанского спорта – это футбольные тренировочные поля, которые сразу пять спортивных учреждений края получат в безвозмездное пользование. Это спортшколы в Анапе, Геленджике и в Сочи. Но это все, что мы успели рассказать о развитии спорта в Краснодарском крае сегодня. Вы смотрели программу «В курсе». Будьте в курсе всех событий, которыми живет наш край. В студии была Ольга Десятого. Всего доброго и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова